Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Недельные главы Тазря и Мицера у нас на этой неделе. В книге Сафархинух написано, что в главе Тазря 5 предписывающих заповедей и 2 запрета. А в главе Мицера 11 предписаний. Мы уже говорили не раз, что предписывающие заповеди это те заповеди, которые говорят нам делай. А запреты те, которые говорят нам не делай. Вот так вот. Очень интересно мы находим в Танахе, вернее это книга писания. И последней книгой книги писания является книга Деврей Аймин 2. И в ней есть 26 глава. И у нас был праведный царь. Узиаху его звали. У него праведный отец, даже имя матери говорится, Ихолья. Папу его звали Амадзиаху. В общем, 52 года он был царем. Праведник. Неимоверный. Ходил перед Всевышним. Выполнял в заповеди. То есть человек очень достойный. И написано, что он отстроил Эйлот. Он разрушил стену Гата. Разрушил стену Ашдода. И многие другие вещи. Он отстроил в Иерусалиме башни. Он поставил по углам Иерусалима специальные камни, метальные машины. Которые стреляли камнями куда надо. То есть, в общем, очень много хорошего он сделал. Он для народа страны, для Израиля выполнил все, что только мог. Все только хорошее. Он развил виноградарство, сельское хозяйство. Он все очень хорошее сделал. И была у него армия огромная. 370 тысяч человек. В общем, всех он надел счетами. В общем, очень человек был достойный. И Всевышний ему во всем помогал. То есть, все, что он хотел у него, все хорошо было. Процветала страна. Он дошел. Его имя стало даже до Египта. Дошло его имя. То есть, такой он стал большой человек. Огромная территория у него. И когда он окреп, стал таким сильным. Он почувствовал себе большую силу, которую ему подарил Всевышний. Он решил, что может себе позволить невероятно. Он решил зайти в храм и принести жертвы. Так это делают коины. И пришел первый священник. И с ним возникли священником. И сказали, батюшка, царь, не тебе совершать воскурение перед Всевышним. Это только могут делать коины. Потомки Огорона коина. И ему это очень не понравилось. И он разгневался. А у него в это время была кадильница. В общем, произошло невероятное. И у него на лбу появилась проказа. И взяли его и срочно вывели из храма. И написано, что жил он в специальном доме для прокаженных всю свою жизнь до остатка своих дней. А сын его и там правил страной. Вот так вот. То есть, в данном случае, что человек нарушил другую заповедь. Не просто, допустим, что он сплетничал или что-то делал. Или как в случае с Маше, что он просто пытался не пойти выводить еврейский народ. Разговаривал со Всевышним, допустим. Или Мирьям, как, допустим, получила за то, что говорила. То, что не надо о жене Кушитке. Или наше мудрецовье, даже царь Давид. За поступок с Батшевой. Шесть месяцев страдал от проказа. Тоже есть такое мнение оше мудрецов. А Агарон выслушал свою сестру и тоже страдал. То есть, эта болезнь возникает не только за одно злоязычие. И за многие другие вещи может поразить. Вот так вот. То есть, царь казах достойнейший человек. Но нет. Один раз пошел наперекор. Возомнил себя большим человеком. И кончилось плохо. Поэтому мы знаем, что один поступок неправильный. Может привести к очень плохим последствиям. Нас стараться все время сдерживать себя. И от гордыни, и от злоязычия, и от разных других вещей. Как мы видим. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души. Мойша бен Давид, Берта бен Исраэль, памяти Павел бен Ефим, Яков бен Ахум, Владимир бен Григорий. За здоровье Давид бен Стела, Светлана бен Клара, Шолом Йона бен Цара, Шимон бен Исхак, Инна бен Мира, Борис бен Мария, Мойша бен Маня, Анна бен Ривка, Рахель бен Лилия, Бат Лилия. Полина пер б AS breastsура, Лена бот Плара, Стейла бот Тейла, Женя бот Ида, Инна бот Дора, Анна бот Елена, Évim бен Эстер, Двора б от Мириам, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Мейль, Евгений бен Бертель, Ей бот Ида, Фира бот Анна, Геннадий бен Елена, Инна бот Инесса, Ольга бот Светлана, Йосиф бен Бен Цара, Таня бот Фрида, Ида бот Риво, Вадим бен Татьяна, Юрия бот Белла, Яков, Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Всего хорошего, Олегу Марченко Всем браха Парасакова, нам мазал то, что мы это время не грешили, читали Тору Всем желаю крепчайшего здоровья и пусть срочно закончится эта страшная война Пишите имена людей, за кого надо помолиться и почитать Тору Будем стараться Всевышний сам исцеляет, даже если мы ничего не делаем, просто читать Тору Это все работает Я это просто вижу, что люди пишут, что пожалуйста Все, надеюсь наша встреча становится завтра в 15 часов Шалом